а кто-то подсоединился привет сейчас будем выпить и жрать сельдерей о вижу знакомые имела сдок привет короче это мой первый перископ меня слышно нормально супер супер как у вас дела у всех этот челю по всем традициям перископа прическа называется дреда не повязал в пучок потому что мне так удобнее в последнее время стало вот ну на самом деле просто хочу сказать что периодически челок челок короче периодически буду вести перископы можем обсуждать всякие насущные вопросы всякие интересные будет будет какая-нибудь математику о саня привет привет саня короче буду вести перископы иногда и вот сегодня что прически в общем сегодня наткнулся на обсуждение на всем известном сайте the flow о том кто убивает хип-хоп потому что саня и стэ недавно оставил из прически оставил недавно твит о том что сми убивают хип-хоп вот и у flow значит наверное подгорело немножко и они решили сделать это большим обсуждением сегодня я там почитал ответы посмотрел шкалу голосования и большинство людей проголосовала за вариант что как можно убить то что никогда не существовало я вообще охренел на самом деле с того что подобный вариант ответа вообще можно придумать ну ладно речь не об этом хочу узнать что вы думаете сколько нас тут 7 человек за лет 28 а ты кто ты девушка или парень хочу узнать что вы думаете вот нас 8 человек существовал ли хип-хоп существует ли он сейчас убивает ли его кто-нибудь я она привет она что думаете ребята вообще про хип-хоп сегодняшний все ли с ним классно вот если кто читал на фло это обсуждение высказывайтесь по теме я могу лично сказать умница умница дари мне побольше сердечек пожалуйста они мне очень нужны убивают его люди для которых это прикол что это рэп или что ты имеешь ввиду врачу вот я считаю что да саня там прямо про тебя очень много кстати почитай я считаю что хип-хоп убивает слушатели я сегодня писал об этом в твиттере хип-хоп убивают прежде всего те кто хавают то дерьмо которые им дают соответственно что у нас сегодня мы имеем мы имеем сегодня ларина хованского мы имеем сегодня кучу одинакового рэпа трэпа и всего остального он всегда был мужик и растет бурно я согласен полностью я считаю вообще что хип-хоп сейчас он конечно имеет большую мощь но речь не об этом сейчас речь о том что убивает хип-хоп и убивает ли то есть но вот есть допустим сейчас вот эти вот видеоблогинг сейчас вот блогеры начали читать рэп убивают ли они хип-хоп как вы считаете и имеет ли вообще все это дело какое-то отношение к хип-хопу и на мой взгляд хип-хопом там вообще не пахнет и сейчас сформулируем мысль надо больше двухтысячных чё за бак блин не знаю джаст с обычный то есть то что мы сейчас имеем по сути мы и взрастили вот и мне на самом деле нравится многое что сейчас происходит в плане музыки вот не скажу что я слушаю много русского хип-хопа но молодняк сейчас думает о том как профессиональные можно давать концерты можно про бак-бак у меня джаст ай джаст эс меня сейчас нам подарили я не знаю зале у нас тут речь про хип-хоп вот так что если тебя интересует что-то про хип-хоп то ты можешь высказываться что касается моей прически это просто дреды которые у меня уже больше десяти лет и я прекрасно себя чувствую ничего мне не давит сразу ко всем вопросам мыть удобно долго сохнет но в общем то все классно да конечно вообще друзья можете распространять это видео чтобы люди знали что у меня наконец-то есть перископ когда все закончили перископить я только начинаю вот но ничего страшного так в общем об хип-хопе у нас речь мне нравится на самом деле что делают молодые ребята по именам я сейчас не назову но в целом мне нравится тенденция делать какой-то так сейчас молодые не задумываются о флоу но шарит больше как заработать и как делать не совсем понял как делать что как делать деньги или как делать хип-хоп вот потому что конечно зарабатывать на своем деле в этом ничего плохого нет к этому надо стремиться но опять же круто зарабатывать когда ты при этом даешь какую-то мысль людям то есть не то что ты пытаешься им впарить как вот какой-то продукт типа нового жвачка там всякий фаст-фуд а когда ты даешь какую-то пищу для прокачки для ума и при этом тебе еще за это платят это классно вот и например из молодых да я могу вырыл выделить своего хорошего знакомого бамбл бизи я думаю вы о нем знаете я не могу ничего сказать про месседж там какой-то сверх месседж или еще что-то но этот парень в своем возрасте он очень круто качает очень круто читают и шарит во флоу и ну пройдет время я думаю что и смысла в текстах прибавится и так далее у меня нет никаких в принципе к этому вопросу претензий я понимаю что каждый из исполнитель несет свою какую-то фишку свое какое-то что-то свое должен привносить в музон вот и из молодых конечно мой фаворит это бамбл бизи и я думаю что мы что-нибудь с ним в дальнейшем придумаем вот да подсоединяйтесь народ у нас уже четверо классно так вот друзья я так и не могу понять что вы считаете по поводу убийства хип-хопа помимо того что молодые делают всякую хуйню но типа там погоня за мой погоня за модным звуком как вы там читаю во всяких пабликах так слышу обдуманных треков от молодых как ты относишься к хлеб нормально но это не хип-хоп я отношусь нормально группе хлеб в плане того что но я конечно не слушаю там про то как они какают я не слушаю но нормально чё всегда были те кто используют рэп как форму для стёбы и так далее просто например у хлеба я считаю это получается более-менее талантливо потому что они опять же обстёбывают и и форму вот у них там было подбит чейза там у них трек какой-то был мой рэп это не мой рэп чё-то там такое рэп это мой рэп ты-ры-тын-тын-тын-тын ну как это такой стёб был и они прикольно то есть я это понял что это обстёбывает в принципе весь современный рэп как форма вот этого они какают они какают вот эту вот всю херню они как бы нормально простебали и ну я ничего против не имею меня жутко раздражает вся эта херня вот там с лариным и хованом потому что ну это это какой-то пиздец вообще дичь и меня даже не они столько раздражают сколько раздражает что из этого раздули вот такое событие охренительное как будто это прям такие прям личности чем-то прям такие примечательные вот чем примечательны лари я вот не понимаю если хован он еще как персонаж грубо говоря себя отыгрывает то что он постоянно там с бутылкой или чем-то со стаканом пива бухой в говно стоит ржет ну типа харизмой какой-то то ларин кто это вообще и почему это люди обсуждают вот к этому я и клонил как бы в своем высказывании то что хип-хоп убивают те кто это хавает то есть людям это интересно понимаете люди всегда хотят какого-то возни какой-то херни чтобы кто-нибудь с кем-нибудь попиздился кто-нибудь кого-нибудь обосрал там и так далее им вот это интересно поэтому опять же к вопросу сми вернемся сми они публикуют то что люди будут обсуждать допустим я за эти полгода выпустил я за эти полгода выпустил несколько классных треков действительно классных и ну только долбящийся в уши дебил будет спорить с тем что эти треки классные тут конечно дело вкуса но объективно треки заебись и ни один из этих треков не запустили те же самые флоу я адекватно понимаю что они сейчас спасибо спасибо брачу я понимаю что флоу сейчас это как бы ну передовая передовой сайт о приближенном к хип-хопу материале вот они не запустили ни один мой трек по понятной причине не потому что эти треки так себе или там треки говно вот просто ну что можно обсуждать об этих треках ну как бы кто-то напишет о блять хуёво другое напишет да треки заебись ну как бы и все то есть никаких скандалов никаких интриг никаких диссов и так далее то есть флоу понимает что это им рейтинга не сделают они просто не берут это дерьмо ну я в хорошем смысле мои крутые треки они не берут вот раньше я как бы ну не то что обижался на них за это то есть по сути никто никому ничего не должен но я не понимал какого хуя блять почему постят какие-то откровенно дерьмовые по качеству по всему вообще по посылу по исполнению по музыкальному наполнению почему по всем параметрам говно какое-то постят а меня такого охуенного не постят вот и впоследствии я забил на это все дело потому что воевать с ветряными мельницами это бесполезное занятие на мой взгляд и чем больше мы будем пытаться вразумить СМИ в каких-то своих о чем-то в общем своем это ничего вообще мы ничего не добьемся этим мы я имею ввиду деятели хип-хопа и около хип-хопа это такой монолог получается конечно но друзья это мой первый перископ я решил провести его с сельдереем и вейпом потому что ну вы понимаете это же фишка вот ну что я затянулся своим короче монологом я считаю что хип-хоп если брать конкретно рэп его убивают это а слушатели которые которым больше интересно всякие порожняк типа дом 2 и скандалы интриги расследования кто кому там кто чью бабу ебал и кто кому дал пизды и что там в видеоблогеров это а второе это сами в принципе мы потому что ну ну не знаю но хип-хоп он в понимании в котором он был изначально я его не вижу уже давно я его вижу раз в году на фестивале faces and laces который происходит в парке горького проходит потому что там опять воссоединяется диджейнг арт всякого рода на разные направления хип-хопа соединяется в одном месте это единственное что я вижу потому что как я уже писал в твиттере я повторюсь вот я был недавно на фестивале рэп-мюзик если вы знаете про такой блин ну это печальное зрелище друзья я даже не говорю про самих там старичков типа шефа и всех кто там участвует это там джи Уиллс Диоуби и так далее я про них вообще даже не говорю я говорю про участников про публику всем наплевать уже давно на хип-хоп в том числе и тем кто строил этот хип-хоп потому что действительно собраться вместе побухать и почитать корявый рэп свой на биты варианта там 2005 года ну это простите это уже я не знаю но это не хип-хоп хип-хоп это развитие всегда было если ты делаешь хип-хоп он изначально появился как смешение жанров как привнесение чего-то всегда нового сначала это был было больше электроники там да типа то что делал Африка Бомбата потом появились фанковые сэмплы диджеинг там все вот это потом все это стало смешиваться потом появился грув свинг все стали ну экспериментировать с флоу потом еще что-то появилось еще что-то потом люди начали читать под биты от Мэдлиб и Джей Дилл и тому подобное и многие до сих пор не могут это слушать то есть они слушают биты от Джей Дилл и говорят что-то кривые биты там хотя там просто ну там немножко другой кач и так далее когда опять же потом появился трэп который на самом деле был уже очень давно то есть это же просто тот же самый Дёрти Саус который переродился в просто переродился и стал более клубным более электронным и опять же это круто то есть развитие вот поэтому ну я считаю что в принципе с хип-хопом все не так плохо и когда я вижу людей которые отрицают все новое которые слушают вот трещотку типа и говорят ой у меня кровь из ушей от трещотки течет вся эта новая модная хуйня которая уже там лет десять это блять пиздец я там слушаю вот только доктора Дрея блять первый альбом понимаете и ну и я не понимаю этих людей хоть мне тоже много чего не нравится но мне много чего и нравится и я слушаю далеко не только рэп я вообще ну в основном кстати в последнее время только ну кроме рэпа наверное все слушаю я за развитие друзья ну как так можно сидеть на одном и том же целую жизнь и отрицать все новое новое это опять же вот сейчас там люди те же молодые да вот все жалуются о блять молодые делают хуйню но они же молодые они только байси с запада сейчас они пытаются они учатся они пытаются сейчас они там пиздят фишки с запада а кто не пиздил легалайз пиздил когда начинал читать свой рэп он переводил тексты блять киресуана и выдавал их за свои просто панчи выдавал типа это думал я номер один я врал прости а также один номер два три и так до пятидесяти что-то это же панчи киресуана сейчас все то же самое только сейчас рэп про пять минут и сука типа моя сука брала рот в рот там ровно пять минут назад и так далее все американский рэп про сейчас новые герои скажите спасибо американскому рэпу за то что он стал таким и вот теперь люди берут пример с него но опять же молодое поколение подрастет берется уму разуму если конечно у меня просто надежда на светлое будущее берется уму разуму и начнут выдавать какие-то уже свои мысли что-то свое все будет нормально друзья вот так что давайте смотреть светлое будущее вот вы тут замолчали я высказался собственно это мой первый перископ я буду придумывать что-нибудь интересное для вас друзья я надеюсь вы будете меня поддерживать тоже добавляйте этот перископ к себе будете получать уведомления о том когда я буду выходить в эфиры спасибо тебе за то что был сейчас со мной спасибо всем кто сейчас был со мной вас было восемь потом осталось пять потом четверо я надеюсь что в будущем нас будет больше и мы все поговорим о чем-нибудь интересном так что всем мир я не знаю как тут отключить его в общем друзья остаемся на связи всем мир с вами был айкью остаемся на связи как отключить о блин друзья как отключить короче я туплю всем мир всем мир всем мир и